Я готов, я тоже нет. Видишь, что не дают, блядь. Всем привет! Компания OMZAP, меня зовут Михаил. Нам приехала в Санта-Фе 2012 года с двигателем АСБ 2.2 дизель. У человека развалился шкив колена. Мы сейчас покажем наглядно, в чем его проблема. Демпфер отрывается на самом шкиву. Сейчас мы снимем и все вам покажем. Для того, чтобы добраться до шкива, нам надо снять колесо переднее правое. Сейчас снимем боковую защиту. Нижнюю нам не обязательно снимать, потому что нам только надо добраться до ремня. Вот она, боковая. Сейчас мы ее снимаем и будет видно у нас шкив. Человек проявил, ну, хозяин проявил смекалку. Смотрите, он его прикрутил саморезами, чтобы хоть как-то, например, доехать можно было. Потому что вот сам демпфер, ну, шкив, вот это все резина. И человек прикрутил именно две части вместе с одним, попытался с саморезами, чтобы хоть как-то добраться до сервиса. Вот вам и лайфхак. Додуматься еще надо. Видели такого, я еще не видел. Теперь снимаем ремешок. Нам надо просто оттянуть ролик. Оттянули ролик. Натяжной. Сняли ремешок. Откручиваем болт. Теперь. И снимаем сам шкив. Вот снимаем шкив. Видите? Вот, как я вам и говорил, отрывается, видите, резина. Должно быть все суцельное. Демпфер это, чтобы снизить биение. Так что сейчас принесут новый шкив. И заодно заменим сальник колена. Пока у нас все снятое, заменим сальник коленвала передней. Так что. Сальник коленвала, он не твердый. Он нормальный. Ну, как говорится, меня не шкив заменил сальник колена, чтобы вообще забыть, больше не откручивать. Нам принесли вот он шкив, новый. Вот видите. Вот он, демпфер. Вот это тоже резинка. Вот это резинка все. И все, видите, оно все приклеенное. Именно приклеенное. Все суцельное теперь. Не болтается. Ну и, естественно, сальник новый. Сейчас это мы все стоим. В обратном порядке. Заводим машину. И человек уезжает. Все. Сальник поставили. Ставим шкив обратно. Там есть шпонка. Здесь тоже, как видите. Вы его по-другому просто не поставите. Вот он. Видите, вот крутится. И вот. Оп. Все. Поставилось. Все. Затягиваем болт. Все. Поставили. Как видите, ремешок обратно. Все по ручейкам. Все хорошо. Сейчас ставим обратно защиту. Ставим колесо. И заводим автомобиль. Опускаем автомобиль. И заводим его. Точнее запускаем. У человека есть свой зарядный. Точнее пускач. Такой миниатюрный. На дизель хватает даже, поверьте. А если на дизель хватает, бензинку точно он заведет. Все, запускайте. Я подержу. Нет, сел. Нет, сел. Ну, его хватило на раз. На второй раз не хватило. Так, ладно. А, даже так? Нормально. Давайте, запускайте его. На пятый раз уже не запускает его. Все, пускай работает. Как видим, ремешок крутится. Зарядка у нас появилась сразу. Потому что у нас ремень не крутился. Ни гура не было. Ни зарядный. Ни кондиционер, естественно, не работал. Сейчас у нас все работает. Все тихо. Все крутится. Все нормально. Так что, все. Человек может переехать дальше. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Все? Я что-то забыл. Нет, я что-то не думаю, блядь. Забыл, не забыл. Так что, как-то так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!